С 21 по 23 июля Рогачевский район принимал областной туристический слет работающей молодежи «Единство-2023», который собрал под свои знамена свыше 20 команд. И очень приятно отметить по итогам всего масштабного мероприятия третье место наших земляков – сборная района, которая базировалась на представителях Мозорского нефтеперабатывающего завода. Первичная профсоюзная организация которого и формировала команду, обеспечивала участие полейской дружины в этом пиршестве туристического духа. В прошедшие выходные в Рогачевском районе на озере Доброе проходил областной туристический слет «Единство-2023». Он собрал под своими знаменами 24 команды, 24 сборные районов. За нашу команду выступали как работники нефтеперерабатывающего завода, которые составили основной костяк, так и горожане, то есть и со школы, «Припятский альянс», кто-то еще только трудоустраивается на нефтеперерабатывающий завод. Только за полторы-две недели мы смогли собрать конкурентоспособную команду, которая, можно даже сказать, что наше удивление смогла выступить достойно, отстояв честь Мозорского района. И, безусловно, мы очень горды и рады, что у нас все получилось. Методист по физической культуре коллектива физической культуры Мозорского МПЗ Владимир Николаевич Беляй был капитаном нашей команды. И, отмечая вклад в этот успех представителей флагмана нефтеперерабатывающей промышленности, скажем, что из 19 членов Мозорской дружины только четверо не являлись сотрудниками завода. Это Алексей Адамчик, Валентина Титова, Дарья Творницкая и Юлия Баранчук. За четыре дня пребывания на туристическом слете действительно все участники команды сплотились, стали одной большой дружной семьей, который и каждый член команды действовал по принципу «один за всех и все за одного». Именно, наверное, действие вот так слажено в единстве, именно и получаются положительные результаты. Мы, конечно, гордимся занятым местом, и я уверена, что и в последующем мы также будем успешно отстаивать честь нашего района. Возвращаясь к заводчанам, отметим методиста Дворца культуры Мозорского МПЗ Дениса Александровича Тесакова, который отвечал за важную составляющую конкурсной программы областного туристического слета работающей молодежи «Единство-2023». Я был ответственен за творческую составляющую этого мероприятия, так как я не совсем спортсмен, поэтому на мне была подготовка команды к приветствию, к творческому вообще, к музыкальному. То есть вот мы веселились, пели и отжигали. Не просто отжигали, зажигали представители нашей команды этот праздник туризма, дружбы, взаимопонимания. Конечно, атмосфера была очень зажигательная, дружная. Мы всей командой постарались и заявили о Мозоре на все 24 района. Нас теперь знают все. Творческие конкурсы – это визитка, бивак, кулинарное искусство, интеллектуальный конкурс «Вектор Победы», «Стенгазета», «Песня у костра». В этом виде, кстати, наши мозоряне заняли третье место, а фитнес-драйв зарядки и вовсе наша дружина оставила за собой перенство. Что до спортивных конкурсов, то второе место пришло к нефтепроработчикам по итогам прохождения полосы препятствий. Третье место было завоевано в перетягивании каната, достойное выступление и в спортивном ориентировании, необычном волейболе, спринт-дарсе, беговых крестиках-ноликах, командных прыжках. В этом турслесе участвовал практически во всех соревнованиях, именно спортивных. И самое сложное, на мой взгляд, это было перетягивание каната. Потому что физические нагрузки вообще несравнимы по сравнению с предыдущими, с полосой, с ориентированием и прыжками в длину. Ну, хотелось бы добавить, что соревнований по туризму нужно все-таки добавляться именно больше. Потому что не хватало в этом турслете водного этапа и велоориентирования. Ну, такие туристические соревнования должны быть больше их. Кроме Беляя, Тесакова и Хорошавина, честь Музорска НПЗ на туристическом слете «Единство-2023» отстаивали. Сергей и Ольга Марсуль, трамвайное управление. Нина Данильченко и Владимир Дробыш, 15-й цех. Сергей Телешов, Артем Шкала, 5-й цех. 9-й цех представлял Андрей Щека, производство, автоматизация и связи. Евгений Шилюк, его тезка Негреев, Александр Суровец, производство и проработки тяжелых нитиных остатков Денис Липский и, наконец, Василий Мышковец, ремонтно-механическое производство открытого акционерного общества Мозорский нефтеперерабатывающий завод.